Итак, всем привет! После долгой паузы мы к вам вернулись с нашими стримами и продолжаем проходить в Empire The Masquerade, Катерис оф Нью-Йорк. Надеюсь, вы тоже по нам соскучились. И сегодня с вами я, Натали, ваша тётя админ. И, как всегда, мои помощники это Хадли и Владимир. Здравствуйте! Вы их хорошо знаете, любите, я надеюсь. Добрый день! Владимира! Владимира любят особенно. За его интригующий карпатский голос. За фирменный голос всех карпатских Цимитсу. Что поделать. Надеемся, когда будет локализация, то его лично пригласят. Блин, нет в игре Цимитсу. Увы. Но ты же будешь держать интригу, Натали? Может быть, Цимитсу и появится? Может, во второй части появится. Кто его знает? Так, а пока все добегают на наш стрим. Я думаю, мы можем что-то рассказать. Каид, у нас есть новости. Да, мы немного припасли до вас новостей. Итак, если вы что-то пропустили или внезапно у вас закончился интернет, на Кикстартере закончилась кампания по сбору средств для настольной ролевой игры в Empire The Masked Created Chapters. Мы о ней писали большое количество раз в ВКонтакте, на Фейсбуке. И проект был анонсирован еще весной прошлого года, но финансирование началось только в феврале. Игра в рекордные сроки собрала нужную сумму денег на разработку, а к моменту окончания вышла на рекордное число поддержавших ее подписчиков и просто в запредельную сумму для настолок более 1 миллиона долларов. Разрабатывать игру будут команды Flyers Games из Канады и за издательство отвечать подразделения Paradox и Modiphius, которые ведут, курируют настольные ролевые игры. Еще такой интересный факт, что основной арт, ну и как бы большинство ключевых иллюстраций рисует Марк Симонетти. Он известен как художник, который делает богические иллюстрации для D&D, Дюны, Игры Престолов. И вот недавно вышла по Миру Тьмы и Темным Векам книга Friends by Night. И большинство иллюстраций как бы тоже рисовал Марк. Я думаю, что можно сделать будет постик на пабличке с его артами, чтобы люди ознакомились. Да, мы периодически вбрасываем в паблищик его арты и, ну да, они крутые. Вот я как раз загуглил сейчас Симонетти, арты у него действительно шикарные. Да, я не знаю, когда он спит, наверное, да. Как говорит, пока мы спим, Марк рисует. И 10 марта стартует кампания по сбору средств для еще одной настольной ролевой игры по Миру Тьмы в Empire The Masquerade Vendetta. Здесь мы не знаем, конечно, кто будет рисовать арты, но геймдизайн будет делать Бруно Файдутти. Как бы настольщики его знают по таким проектам, как Цитадели, Маскарад, но Маскарад не вампиры, а другой Маскарад и Маски. Большинство игр сеньоров Бруно Файдутти строятся на блефе, интригах и такой вот очень тонкой внутренней политики между игроками. Ну вот мы думаем, что как бы Вендетта будет про то же. Ну и третья новость, наверное, звучит Натали, и она будет касаться Draw Distance и Катери. Да, Draw Distance это именно та компания, которая разработала игру, в которую мы сейчас будем играть. И мы пригласили главного дизайнера игры на наш стрим, так что приходите в пятницу, задавайте ваши вопросы. Я знаю, что очень часто в анонсах нам задают куча вопросов, но мы не можем на них ответить. Вот будет человек, который, мы надеемся, что ответит на все. Да, и, наверное, последнее. Сегодня, видите, я ленюсь, поэтому я без веб-камеры, но мы все еще собираем финансы на улучшение качества стримов, так что внизу у нас кнопочка доната, вы можете нам помочь. Ну что, поехали! Вперед! Возвращаемся к нашему Рафаэлю. У нас седьмая ночь после становления. И чё он так подвижевал на седьмую ночь? Так, что там у нас доступно? У нас осталось полночи, нам надо прийти что-то такое на полночи, не слишком... Давайте допроходить Агафона, вон он, с краешку слева. Давайте. Раз нам уже так три меры, нам тут... Последняя конфронтация между Агафоном и Джуно приближается, и Эйслинг Стабридж, верховный регент часовни Пятиборо в Нью-Йорке, с нетерпением ждет результатов. Да, продолжим расплетать романтические проблемы, примеров Нью-Йорка. Вы в своем убежище, и кто-то стучит в вашу дверь. Удивленный, вы открываете. Агафон стоит в коридоре и выглядит, как будто чего-то ждет. Вот, словно 10 секунд, которые потребовались вам, чтобы открыть дверь, были слишком долгим сроком. Ты как меня нашел? У тебя... С твоей бабушкой все в порядке? Тебе нужна моя помощь? А вы все еще можете помогать нам с ответами, писать внизу, и, пожалуйста, все еще помните, что эта игра достаточно летальная, если мы будем много хамить и выпендриваться, мы не доживем. Так что, пожалуйста, давайте доживем. Ну, нам пока везло, и поэтому надпись «Вы умерли?» мы еще не видели. Второе, все так пекутся о бабушке Агафона, как это мило. Давайте второе. Как там твоя бабушка с ней? Все в порядке? Агафон смотрит на вас с очевидным удивлением. Я бы тоже удивилась. Да, с ней все в порядке. Джуна не вернулась. Спасибо, что спросил. Вы идете следом за Агафоном, выходите на улицу и думаете, какие еще откровения предстоят сегодня. Пока что ритуалы Агафона не особо помогли найти записки по исследованию, но вы узнали многое о Тремер и о самом Агафоне. В этот раз все получится. Проблема в том, что когда старый вампир пропадает, даже из нашего клана, мы настолько любим секреты, что трудно найти, чем они занимались. Машина Агафона припаркована у тротуара. Вы садитесь в нее, и Агафон трогает место. Вы, конечно, предполагали, что записки, которые ищете, принадлежат старому члену нашего дома. Проблема в том, что они нужны нам для продолжения исследований. А что за исследования? Кто из вашего клана пропал? Почему Джуна так хочет получить эти записи? Три мерзкие дела продолжаются. Третий вариант. Ну давайте третий. А чего Джуна хочет от этих записок? Она что, собирается что-то изучать? Агафон смотрит на вас неуверенно, прежде чем вновь взглянуть на дорогу. Не знаю, но могу предполагать. Вы ждете, чтобы он продолжил, но он явно не собирается это делать. Вы начинаете привыкать к тому, что сидите в машине Агафона и молчите. Он ведет. Вы смотрите в окно. Возвращаетесь в Квинс. В конце концов, вы подъезжаете к промышленному району под названием Виллицпойнт. Он не слишком похож на место, где кровавый чародей решил бы потусоваться. Агафон паркуется перед автомастерской, которая похожа давным-давно в упадке. Напротив входа глубокие лужи воды на дороге и где-то в отдалении виднеются корпуса разобранных и сломанных машин. Нужно торопиться. Если я могу найти это место, значит и Джуна может. Вы оглядываетесь и пытаетесь заметить, не наблюдает ли за вами. Но похоже, никого в округе нет. Да и откуда им взяться? Кто бы пришел в такое место в такой час ночи? Агафон пытается пройти через переднюю дверь в автомастерскую, затем обходит ее сзади. Вы идете следом. С черного хода виднеется сломанное окно, загороженное железной решеткой. Агафон хватает их и пытается выломать. Решетки трясутся, но и в конце вся железная опора сходит с места. Агафон с удивлением кладет решетку на место. Похоже, кто-то уже сюда вламывался и не хотел, чтобы кто-то заметил. Вы с агафоном забираетесь внутрь через окно. Это неловко, но не сложно. Оглядывайтесь, вы понимаете, что мастерская давным-давно заброшена. Похоже, здесь какое-то время жили бомжи, но сейчас помещения никого нет. Вы пытаетесь зажечь свет, но лампочки не работают. Ты знаешь, что делать. Я провожу рефитуал в офисе, смотри, чтобы никто не мешал. Агафон проходит к офису ремонтной мастерской, который выглядит чуть чище, чем остальные помещения в здании, начинает в темноте проводить ритуал. Терпеливо стоять и охранять, обследовать автомастерскую, посмотреть документы на столе. итак, чайник, подсказывайте нам. Сложно не заглянуть. Третий? Окей. Скучая, вы начинаете просматривать документы, лежащие на рабочем столе в офисе. Старые графики, смены, инвойсы, реклама. Ничего, но ничего свежего, одно старье. На столе стоит маленький телевизор, наверное, еще в 90-е годы выпущенный. Приглядываясь, вы понимаете, что посреди экрана прикреплена записка. Вы ее отрываете, там написано «Лузер», подпись Джуна. Агафон перестает делать жесты руками. «Здесь их нет, как так может быть?» Вы показываете ему записку. Он берет ее, смотрит, как будто подозревает, что это какой-то обман. Твою мать, она забрала записи. Ей обязательно нужно поиздеваться. Надо идти. Похоже, вы в последнее время очень много часов проводите, идя следом за Агафоном, пока он быстро бегает туда-сюда изо всяческих зданий к своей машине. Он заводит машину, как только вы закрываете дверь. Нам нужно сейчас же отправиться в ее убежище, чтобы получить записи, и нельзя тратить времени. Несмотря на срочность, звучащую в голосе, Агафон, как обычно, ведет аккуратно. Похоже, что только угроза жизни и здоровья его бабушки достаточно, чтобы заставить его нарушать правила. как нам ее найти, что нам с ней делать, а что если мы не сможем получить записи? Ну, я думаю, что он знает, как ее найти, если мы уже к ней едем. Да, Санта-Барбара в чистом виде. Ну, ладно, что мы будем с ней делать? И что мы будем с ней делать? Она нам враг? Давай не будем спешить, уверен, мы сможем договориться. Агафон звучит не слишком уверенно. Убежище Джуна в Бруклине, в складе, в портовой зоне. Агафон едет на юг в Бруклин. Это одно из преимуществ. жизни живого мертвеца. Когда ездишь по ночам, пробки гораздо меньше. Если хочешь проехаться через пять Буров, лучше не ездить там в час пик. Паркуя машину, Агафон указывает вам на свет, исходящий из одного из окон, по большей части безжизненного склада с желтыми кирпичными стенами. Вон она, пошли внутрь. Пройти через переднюю дверь, обойти склад сзади. хммм. Хммм. Что интересно. Надеюсь, она не какая-то другая копала. вторая. Пойдем тихую, ну ладно. Предпочитая сохранять некоторую неожиданность, вы обходите здание и смотрите, нет ли там альтернативного пути входа. Вы обнаруживаете ржавую металлическую дверь без окон в самом дальнем углу здания. Это вроде как срочно эвакуационный черный выход. Вы открываете его безо всяких проблем и входите в здание вместе с агафоном. Вы оказываетесь в комнате с загороженными от света окнами, отделенную с одной стороны дешевой ДСП-шной стенки, довольно хлипкая дверь скорее всего ведет в основную часть склада. Вы останавливаетесь прислушиваетесь. Вы слышите два голоса. Один четкий и вы узнаете что это голос Джуно. В прошлый раз когда вы ее слышали она кричала посреди ночного клуба но голос тот же самый второй голос звучит так словно исходит из-под воды от него звучат он звучит со странным эхо с резонансом который вы никак не можете понять у меня есть эти записи меня здесь больше ничего не держит очень хорошо Джуно ты будешь гораздо счастливее когда отбросишь оковы пирамиды да думаю что так я хотела спросить Карна можно ли мне взять с собой еще кое кого еще один из наших затерян скованной иерархией да конечно как посчитаешь нужным мы слишком могучи чтобы они напали на нас сейчас спасибо вы об этом не пожалеете хватит ждать агафон пытается выбить дверь врезавшись в нее плечом дверь хлипкая и вообще без проблем ломается вы агафон врываетесь в склад и обнаруживаете себя на периферии круга обставленного свечами ваши взгляды немедленно приковывает к себе бассейн для промывки в котором стоит у которого стоит джуна может вам и показалось но ощущение такое что вода в этом в этой служебной полости излучает легкое красное свечение джуна остановись немедленно отдай мне записи агафон какой же ты дурак тебе уже ничего не сделать я дам тебе один последний шанс пошли со мной забудь про эйслинг и ее игры во власть давай со мной и сможешь стать самостоятельным что агафон кажется совершенно искренне пораженным таким предложением отдай записи не слышай не слушай ее агафон с кем ты контактируешь джуна с мушицкими тренерами я думаю что не слушай его ее не слушай агафон ты верен своему клану и своей бабушке бабушку а как же джуна смотрит на вас с раздражением она здесь причем сильвия старая и скоро помрет нет никакой причины терять такую возможность из-за нее вы смотрите вы видите как руки агафона сжимаются в кулаки джуна сказала самое худшее что могла бы придумать если хотела убедить его в своей правоте джуна ты не понимала любви джуна наверное нет джуна вздыхает она совершенно не удивлена отказом агафона идти с ней я чувствовал бы себя хуже если бы не сделала тебе такого предложения возвращайся в часовню со мной джуна поговори сейслинг ты поймешь что это плохая идея вы смотрите на агафона с волнением вы не чародей но идея сражения с джуна посреди ее ритуала когда она стоит в круге вряд ли хороша два слова пошел нахер призвать джуна прислушаться к агафону презенс пожалуйста просто отдай нам записи и селерити схватить записи из рук джуна итак какой мотарь миленький или дерзкий сериадор на селере всегда решает да да всегда можно или убежать или убежать что чатик думает хотя третий вариант ну давайте третий будем селерой решать пока внимание джуна сфокусировано на агафоне вы бросаетесь к ней у нее нет времени даже чтобы моргнуть и вот вы хватаете папку из ее рук и быстро бежите к выходу из здания а я агафон вы не оглядываетесь и нервно ждете возвращения агафона у его машины всего спустя несколько минут он выходит из склада выглядя не лучшим образом он почти вываливается наружу явно испытывая боль и вы видите что его кожа приобрела пепельный нездоровый оттенок он смотрит на вас с улыбкой несмотря на это его голос довольно таки хрип она ушла записи вы показываете ему папку отлично сработано вы видите что он начинает восстанавливаться после того что случилось внутри и когда вы отъезжаете с места ведет он еще аккуратнее чем раньше каждое движение заставляет его кривиться от боли вы сидите и молчите агафон едет обратно на манхэттен пробок почти нет и это радует вы обдумываете свои следующие слова что с ней будет она что присоединилась к повстанцам тримерам можно посмотреть записи ох какие все вкусные варианты я не помню по-моему у лосомбра же отрицание того что существует антитрибу да каждая лосомбра считает себя самыми правильными раз лосомбрами остальные антитрибу один один вам интересно что будет с ней ну ладно что теперь будет с джуна твой клан действительно ее отпустит может быть я точно не знаю у нас записи на руках и это все что важно судя по голосу агафон как будто бы даже хотел чтобы джуна сбежала возможно его действительно волновало именно само исследование вы приезжаете к книжному магазину агафон паркует машину вы проходите внутрь забираетесь на второй этаж и обнаруживаете айзлинг старбридж ожидающую вас она выглядит довольно таки непосредственной для кого-то кто обладает подобной властью у вас хорошие новости надеюсь да записи у нас агафон отдает ей папку айзлинг старбридж с явной радостью поглаживает поглаживает ее поверхность отлично не разочаровали а что джуну остановить ее у нас не получилось она сбежала что ж это не важно агафон ты снова доказал свою работоспособность арфаэль похоже что пирамида в твоем лице обрела хорошего друга в смысле не важно у вас тут под носом тремер антитрибу собирается не важно молча принять комплимент значит ли это что за вами должок джуну вы все равно достанете я предлагаю прикусить язык и молчать мне нравятся варианты что скажет чатик не один да лучше один это все таки если вы киваете и ничего не говорите агафон выглядит испытывающим облегчение вы покидаете книжный магазин вспоминая как вас хвалили даже не слишком тактичный агафон ухитряился улыбнулся вы не имеете ни малейшего представления что будет дальше с этими записями но чувствуете себя так будто достигли некоего взаимопонимания с агафоном возможно этого как раз и достаточно в мире предательств и ударов в спину того в котором вы теперь обитаете все цепочку квестов агафона мы закончили эх ну что ж отлично было мне понравилось а теперь надо выбирать куда идти следующими так ты у нас уже проходил так что скажи что какой-то квест чтобы так на полчасика чтобы меньше романтики больше бойни не но если больше бойни то это либо к tech которые либо к гангрилам наверное да либо гангрилам либо несбераку я думаю холд мы оставим уже на следующее прохождение но diev на Да, у неё самая длинная цепочка. Пожрать можно будет на первом квесте у Носферату. Ты же говорил, что вроде тут если какие-то выберешь, значит другие уже автоматически аннулируются, да? Да, здесь практически нереально пройти все квесты всех компаньонов. Именно так игра поощряет повторные прохождения, потому что не успеешь. Двух или трёх компаньон. Хоуп у нас не пропадёт, нет? Нет, начать-то её можно в любой момент. Просто не до конца цепочка квестов будет пройдена. Окей, ну что же, пока отдыхаем. Тут ещё возникают побочки. Да, тут вот эта побочка с парнишком в церкви. Это вот тот дитя Софии, с которым мы встречались уже в церкви разок. А, спойлеры! Да-да-да. Это ненадоедливый репортеришка, который шпионит за Софии и рискует нарушить тем самым маскарад. Он как-то по арту выглядит, как Чанг из Bloodlines. Торговец оружием. Ну, он скорее выглядит, как Килл Патрик. Так, а это кто-то смотрит за мной. Это у вас персональный сталкер-обожатель обнаружился. А эти короткие квасты-побочки? Да, они короткие, просто они никуда не ведут и только позволяют больше с миром и второстепенными персонажами познакомиться. Давайте какую-то из побочек выберем. Чатик. Пора на свидание, пишет чатик. Наталья, у тебя журналистское прошлое, может быть, с репортером пообщаешься? Вариант, вариант. Чанг охранник Лекруа, напоминает чатик, а не торговец. А, Чанг, это тот, который... Пирожочек, да. Да-да-да-да. А, да. Ну, давайте с пирожочком пообщаемся. Смотрите, там нужно в перспективе тратить кровь. Эх. Да. Ну, потому что мы не броха, мы не можем его просто побить. А пожрать тут обожателя нельзя, нет? Нет, у обожателя только в конце можно пожрать. Где моя шкала следить, сколько у нас крови? Где она? Надо помнить, сколько раз покушал, сколько раз и узнал дисциплину. Да ладно, давайте, Чанга, чего там же. Потом, может, на свирату пойдем покушать. Огни большого города проникают в квартиру в виде яркого белого мерцания. Словно кто-то снаружи снимает кино. Картины на стенах изображают дорогую атмосферу, которая вполне подходит к изображению, которое возникает в голове при виде Софи. Ощущение такое, словно тысячи грехов совершены в этом помещении. И большинство из них совершены в рамках ее добродушной гостеприимности. Софи выходит приветствовать вас, когда вы входите в гостиную. И покачивает головой. Ты ведь понимаешь, что люди судят меня по тому, как ты одеваешься, не так ли? Софи смотрит на вашу одежду, как будто готовая с тяжким вздохом принять ваши ограничения. Во вкусе. Я могу сам о себе позаботиться. Я пытался одеваться, не привлекая внимания. Я волновался о других вещах. Проблемы Ториков. Как-то мы шутили, что если в ВВТМ играют три девочки, то всегда это скатывается до того, что мы два часа ездим на шопинг за платьишками. Видимо, тут те же проблемы. Ну, вспомни хронику по Сан-Паулу. Да-да-да. Чатик спрашивает, что тут много концовок, да? На самом деле, концовка может быть в любом моменте, и если мы что-то не так сделаем, персонаж просто умрет. Ну, давайте третий. Мне приходилось волноваться о других вещах, нежели покупки одежды. Софи отходит от окна, подходит к окну и выглядывает наружу. Уличные огни окутывают черты ее лица. Она напоминает вам королеву, которая думает о узколобой ограниченности своих подчиненных. Ты не мыслишь как вампир. По крайней мере... А, казалось бы, как вампир, так существо подобное тебе или мне не волновалось бы о стервятниках вроде прессы. К сожалению, когда ты могущественнее населен, находятся всегда паразиты, пытающиеся кормиться за твой счет. Тебя преследует репортер. У меня раньше был друг репортер. Я пойду побью эту падаль. Наверное, давайте первый вариант. Пусть она расскажет, что это за репортер вообще. Конечно. Тебя преследует репортер? Да. Ужасающе упрямое существо. Софи отходит от окна и усаживается на кушетке. Стакан вина с красной жидкостью. Кровь, обработанная так, чтобы не портиться на воздухе. Вы уже умеете замечать этот легко уловимый запах. Даже с расстояния. Она не предлагает вам выпить, когда вы садитесь напротив нее. Этот ужасный человек следит за моей квартирой, и у него всегда на готове камера. Он копался в моем мусоре. Он говорил с соседями. Будь так любезен и объясни ему, что ему здесь искать нечего. Я не мальчик на побегушках. Все дело в маскараде. И Ауспекс. Да тебе это нравится. Да, ей это нравится, и она, наверное, этим гордится. Наш Торик. Она Торик, она тщеславна. Ну, есть второе маскараде, да, конечно. Дело в маскараде для нас это важно, верно? Верно. Ты учишься. Разве это не опасно? Разве это неизбежно? Должно быть, это часто случается. Тут даже не знаю, человек, что там у нас опасно, не опасно. Да, маскарад превыше всего. Третье. Должно быть, это часто случается, как ты обычно справляешься с такими вещами. У каждого свои способы. Иногда проблема уходит сама, если бросить в нее деньгами или острым словом. А иногда нужно что-то более серьезное. Я в опасности? Получу ли я с этого что-нибудь? Знаешь ли ты что-нибудь об этом репортере? Логично, третий, наверное. Да, да. Ты знаешь что-нибудь об этом репортере? Мужчина, женщина, молодой, старый, что-то в этом роде. Репортеры желтой газеты со сплетнями. Они все для меня похожи. Вы покидаете квартиру, и София уходит в другую комнату. Вы точно не понимаете, в какие игры она играет со смертными и бессмертными структурами власти в городе. Но она всегда кажется в процессе. Вот эта ситуация мне очень напоминает, когда мы играли в настолочку, приходили к Примагену Тореадор, а он всегда говорил, Тореадор занят, приходите попозже, Примаген занят. А потом оказалось, что он собирал большую фигурку этого кораблика, и он всегда занят. Мне кажется, она тоже вышла и сейчас занимается какими-то очень серьезными делами. Снаружи на улице слегка накапывает теплый дождь. Такой, который проникает под одежду и заставляет желать принять душ, когда вернетесь в убежище. Репортеры к вам, пусть сломя ноги, не бегут. Обследовать окрестности, остаться на месте и последить за приходящими. Ауспекс использует свои усиленные чувства. Так, я думаю, что мы пока не будем на дисциплины тратить кровушку. Тут на все дисциплины тратится кровушка, да? Да, да. Два, давайте два. Какое-то время вроде бы ничего не происходит в Нью-Йорке этой ночью. Люди проходят мимо вас по пути, куда они там собираются посреди ночи, чтобы забыть об унылости своих жизней. Пока вы раздумываете, не пойти ли внутрь и не сказать ли Софи, что вы не собираетесь начинать новую карьеру ночного сторожа, вы внезапно замечаете линзу фотокамеры, которая направлена на вас через улицу. Эй, кричите вы и бегите через дорогу. Этого человека вы явно где-то раньше видели. Пухлый, рыхлый, похожий на человека, который слишком много времени проводит в плохо вентилируемых помещениях, пропитанных сигаретным дымом. Вы входите в подворотню и в переулок. Тёмное, грязное место между двумя высокими зданиями. Когда-то место вроде этого могло вас напугать, подумать об ограблении и насилии. Сейчас абсолютно понятно, что самые опасные здесь это вы. Человек, с которым вы идёте, кажется, тоже это понял. Он держит камеру перед собой как щит. Её тяжёлый объектив покоится на чехле. С удивлением вы узнаёте его. Вы помните это лицо, эти очки, из изображения между выделенным текстом в какой-то длиной газетёнке. Статья была о вашем друге, художнике, который якобы встречался со знаменитостью. Это было правдой, но знаменитость не хотела, чтобы её ассоциировали с вашим другом. И разорвала отношения. Несколько месяцев ваш друг проклинал имя Доггерти. Ээээ, чё ты людей так пугаешь? Я тебя узнаю. Я твой поклонник. Добро пожаловать в Кулаквиль. Что же нам ответить, чтобы покушать такого миленького репортера? Чё, а тебе сразу два-два-два, одноголосно. Окей. Ух ты, да ты же Фрэнк Доггерти. Я твой большой поклонник. Обожаю твою работу. Спасибо, приятно знать, что твою работу ценят. А, так ты репортер. Так а о чём делаешь репортаж? Много сенсационных источников в этой грязной переулочной аллее. Давайте, о чём репортаж? О чём делаешь репортаж? Я не знаю, можешь ли ты мне помочь, но, может быть, и можешь. Ты живёшь в этом здании? Я работаю на историю о одной из мешанных жильцов. Её зовут Софи Лэнгли. Её все знают в кругах высшего общества. Судя по тому, как ты выглядишь, мне кажется, ты тоже можешь её знать. Она же только что говорила, что мы плохо выглядим. Ему норм. Видимо, да. Она рыжая, красивая, как картинка. И картинок с ней много. Много из разных лет. В том-то и дело, понимаешь? Вот посмотри. Фрэнк достаёт свой телефон и начинает показывать вам картинки. Некоторые скачаны с новостных сайтов, а другие являются фото из фотосканами изображений прошлых десятилетий. На всех изображена Софи. На ней разная одежда, у неё разные прически, разный макияж. В подписях разные имена, но лицо одно и то же. Странно. И что, по-твоему, происходит? Все красивые, больше ничего не могу сказать. Так ты что, типа извращенец-преследователь? Что, продолжаем его разводить? Да-да, он намекает, что второе, а почему не первое? Ну же. Давайте второе. Все красивые, да, больше ничего не могу сказать. Да ладно, посмотри на лицо, одно и то же. Наверное, это важно. У тебя, наверное, есть теория, что происходит. Так а почему это важно? У тебя, наверное, есть теория по поводу того, что происходит. У меня есть парочка теорий, но пока я напечатаю одну из них, мне лучше подобрать факты, чтобы её подкрепить. Три слова. Экстремальная пластическая хирургия. Все знаменитости её делают, только её доктор лучше, чем у остальных. Вы со скептицизмом смотрите на фотографии у Фрэнка в телефоне. Так отлично, никакого палевого маскарада по себе думает. Никакой доктор не может быть настолько хорош. Слушай, дай-ка мне телефончик этого доктора. Ты ищешь доктора в переулке. Что, можно убедить его, что это доктор? И на сно, а второе. Наверное, слушай. Если ты узнаешь, кто этот хирург, дай мне знать. Я бы тоже сделал себе какую-нибудь операцию. Да, ты прав. Это бессмыслица, чёрт. Блин, почему? Это ж было, может, искренне? Так и как ты это объяснишь? Я лично знаю Софи, древние лекарственные средства и... Она фальшивка. Первое тупо, второе он не настолько тупой, а третье, может, убедим, что это... Что это фейк. Это всё фотошоп. Да, это всё фотошоп. Третье, да, я тоже думаю, третье. А ты не думал, что, может быть, эти фотографии поддельные? Да, конечно, всё может быть поддельным. Но я эти раскопал в старых газетах, сам в архивах сидел. Ага. Мне нужно что-нибудь, что можно использовать. Угрожать Фрэнку судом, запугать Фрэнка насилием, доминейт, уходи и уничтожь свои записи. У-у-у, сразу музычка такая. Откуда у нас доминейт? Мы же твариком были, вроде бы, с утра, то есть вечер. Уже надо из-за дисциплины, да? Вот чёрт его знает. Я-то играл в Вентру, и там нормально доминейт был, естественно. Третье или второе? Мне кажется, что тут все решения можно, типа, прокрутить и разными вариантами, но дисциплина проще всего, нет? Да, дисциплина — это короткий путь. Чатик выбрал и третий, и второй, и первый. Хадли, какой нам вариант выбрать? Давайте попробуем доминейт, впервые вижу. Да, мы Торик с доминейтом, чего нет. Раздают возможность. Вы смотрите Фрэнку прямо в глаза. Они все красные за очками, вены видны за годов. Пренебрежительного отношения к телу. Внезапно он окажется обмякшим, лёгким, чтобы манипулировать им. Его воля вообще как пластиковый стаканчик, который давишь ногой. Иди домой и уничтожь свои записи о Софи Ленгли. Ваш вампирский взгляд захватывает разум Фрэнка. Он чувствует себя меньше, чем человеком. Скорее автоматом, машиной, которую вы можете программировать. Наверное, поэтому древние вампиры явно думают о людях как о животных. Как вы можете считать кого-то мыслящей личностью со свободой воли, когда можете просто подавить её в любую секунду? Фрэнк что-то бубнит, возится с камерой, ходит мимо вас и пытается пробрести к выходу из переулка. Он выглядит грустным и усталым, уходя. Человек, который думал о чём-то, был кем-то, а теперь всего лишь пустая оболочка. Вам почти стыдно использовать силы своей крови на ком-то столь слабом. Ну, по крайней мере, вы уверены, что он останется в прошлом. Всё? Всё. Ну и давайте ещё квест на конец ночи. Что, к Носферату сходим всё-таки? Давайте к Носферату. Там тоже так же, как с Кайкофоном, будет много частей? Да, это вот стандартные, там, где-то 4 или 5 квестов на несколько ночей. Ну, тогда давайте сначала сходим. Чатик очень просит Носферату. Детектив во тьме. Недавняя цепочка жестоких убийств захватила округ район Редхук в Бруклине. София упоминала, что Кадир Аль-Асмаи имеет в этом месте тайного сотрудника, который расследует убийство. Недавняя цепочка, который неонатна Сферату по имени Де Анжело. Если поможете ему, его можно убедить заключить долгосрочное партнёрство. Проезжая по Клинтон-Стрит, гул уличного дорожного движения уступает мрачной тишине портовых районов. Вы останавливаетесь и вдыхаете знакомый букет запахов Гудзона, делающийся ещё сильнее из-за ваших обострившихся недавно чувств. За заливом Грейн-Терминал, зерновые склады Редхука, полные ржавых хвостововых зданий. Когда-то это была живая промышленная зона, а сейчас это спящий великан, растянувшийся вдоль реки, забытый и заброшенный. И это удобно, особенно для одного из скрытого клана. Держась в тенях, вы прокрадываетесь к полуразвалившемуся комплексу, проходя между полных дыр элеваторов и дрожащих на ветру заборов с сеткой-рабицей. К тому времени, как достигаете входа в основное здание, вы почти чувствуете, как частицы ржавчины устраиваются поудобнее во всех отверстиях вашего тела. Ни на что особо не надеясь, вы толкаете дверь, и, к вашему удивлению, она мгновенно открывается. Похоже, кто-то недавно ей пользовался. Пройдя внутрь, вы обнаруживаете себя в большом пустом зале. Оглядываясь, вы почти представляете, как в лучшие свои дни этот зал был полон станков, работающего оборудования. Вы замечаете лестницу, ведущую к мезонину, скорее всего, к офисному пространству, а затем вы видите этот едва заметный свет, исходящий из одной из комнат наверху. Похоже, вам повезло. Тихо, задержав дыхание, вы проходите по ступеням вверх и подходите к двери в слабо освещенную комнату. Дверь скрипит, открываясь, и открывает вам нечто похожее на старомодный офис детектива, полный полуопущенных занавесок, переполненную пепельницу, бумажки, разбросанные по деревянному столу. Тут вы понимаете, вы вспоминаете это надоедливое чувство. Это слишком удобно, слишком просто. Прежде чем вы успеваете среагировать, ловушка захлопывается. Огонек сигаретного... А, язычок сигаретного дыма поднимается у вас за плечом, дуло пистолета касается вашей спины. Хриплый голос шепчет вам в ухо. Дай-ка угадаю, не туда свернул у третьего элеватора? Попытаться успокоить нападающего, напасть на нападающего, презенс, заставить его успокоиться. Не-не-не, дисциплин хватит, может, попробуем потолковать с ним. А сейчас можно будет аж два раза, по-моему, покормиться. Но всё равно мы уже два раза подряд дисциплины юзали. Чатик все за первые. Торики, нос, шип-шип-шип, эх вы. Вы решаете подыграть. Подняв руки, медленно вы взвешиваете следующие слова. Я почти уверена, что пуля в спину вас не убьёт, но приятного будет мало. Это собрание анонимных кровопийц. Давай не будем делать ничего резкого. Давай поговорим как цивилизованные сородичи. Я за первый вариант. Да, Чатик тоже первый. У нас анонимные кровососы. В смысле это не собрание общества анонимных кровососов. У вас сзади вас изрождается шум, как будто кто-то прокручивает в воздухе банку полную жёсткого песка. Возможно это кто-то засмеялся, но точно нельзя сказать. Умник, да? Тебе повезло, я люблю умников. Так что я дам тебе шанс объясниться. Странная игра света и тени создаёт внезапно фигуру незнакомца за столом. вы видите его целиком, если можно так сказать, во всей его славе. И вы не можете не ухмар или не ухмаль нутся. Вот это пугающий Носферату. София описала его так, словно это какой-то гротескный монстр, но этот парень одежда, поведение, манеры крутого детектива, как будто плохая шутка. Но всё же, когда дело доходит до внешности, невозможно отрицать его наследственность. Даже на расстоянии пары метров он мог бы сойти за бомжа с очень больной кожей. Чуть ближе и он выглядит как кто-то кого стоит смотреть только на дальнем расстоянии. Он откидывается в кресле и наставляет на вас пистолет. Итак, что же привело тебя в мой скромный офис? Я ищу Носферату. Ты Д'Анджело. Убийство в Редхуке. Может сразу ты Д'Анджело. Это тебя зовут Д'Анджело? Так меня зовут парень. Не надо слишком часто повторять мое имя. Друзья зовут меня Джин. Так что ты зови меня Д'Анджело пока что. Итак, я предлагаю тебе сказать с чем пришел. В любом в другом случае прошу тебя свалить ко всем чертям из моего офиса. Я понимаю почему ты почему Кадир держит тебя при себе. Я знаю на кого ты работаешь. Сразу пришли угрожаю. У них так много персонажей с сигаретами или сигарами в руках. На того анарха похож. Возможно возможно второе первое. Я думаю тут особо без разницы. Давайте второе. Ой хватит притворяться я знаю что ты работаешь на Кадира а-ля Смай. Его выражение его лица становится кислым. Это имя тоже не стоит зря употреблять парень. Ну ладно я понял. Ты это какой-то случайный дурачок который зашел сюда с улицы. То есть ты не случайный. Ладно давай к делу. На кого я работаю не так важно. Над чем я работаю другое дело. Я знаю я пришел помочь не так уж хорошо у тебя получается так что дай помогу. Что вариант помогу или помогу? Ну давайте первое хамить. убийство в ред хуке знаю я хочу помочь тебе поймать убийцу его некрасивые губы складываются в улыбку но неужели Д'Анджело приспускает очки на несколько секунд он сидит без движения глаза его смотрят вам в глаза внезапно он поднимает пистолет почти заставляя вас вздрогнуть почти затем он прокручивает его на пальцы и убирает в наплечную кобуру в пижонском жесте который скорее всего он много раз практиковал много много раз перед зеркалом кто встретился Торик и Носферату и позер тугниты вы видите как губы Носферату двигаются он что-то не слышно бобнит себе под нос явно не станет надеять что вы его услышите прислушиваясь вы однако сможете разобрать обрывки его монолога конечно казалось что ему не наплевать но в чем была игра в чем была затея у кого-то всегда есть личный интерес даже если они притворяются что нет особенно тогда на какого черта возможно город просто наконец-то доконал меня он делает паузу сует между кривых зубов новую сигару может быть и стоит кому-то довериться то что доктор прописал ты что ведешь внутренний монолог дать ему прикурить молчать ну почему бы не дать вампиру прикурить все как в нуарных фильмах именно так видишь сигарды прикурить ну собственно цепочка квестов насфера то это такая отсылка к нуарным фильмам пока он сует руку в карман вы достаете свою зажигалку и зажигаете прямо у него под носом может быть тебе пригодилась бы здоровая доза чего-нибудь нездорового мгновение он смотрит на вас удивленно затем наклоняется вперед к вашей зажигалке прикуривает сигарету на его губу возвращается хитрая ухмылка ты мне нравишься парень может ты похож на продавца подержанных автомобилей но что-то в тебе такое есть вот что тебе скажу я как раз собирался отправиться на место преступления заглянуться обидеться вокруг освежить записи можешь со мной если хочешь мне пригодится ассистент кто-то кто делал бы заметки и предполагал всякие глупости чтобы я разоблачал эти глупые идеи кто знает если ты пригодишься я может быть и на долгий срок заключу наш партнерский договор звучит неплохо ты не пожалеешь так чего мы ждем так чего же мы ждем да еще кое-что ты надо имеешь некое преимущество похоже ты обо мне что-то разузнал но что касается тебя я не знаю вообще ни черта улавливаешь а ты кто такой так что ответь ко мне кто послал тебя в мой уголок ну или проще говоря на кого работаешь Софи Ленгли я вольный стрелок я лучше придержу эту информацию при себе ну сфера то я думаю что он так в курсе просто придуривается конечно 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 окей первые научатся опять это голос Софи Ленгли впервые с вашего прихода на сферату выглядит искренне удивленным его глаза на мгновение уходят в сторону от вас и наконец их удивление сменяет кривая ухмылка ну ладно он хоть удивился так это ты птенец которого эта дамочка Тореадор пощадила ну да имеет смысл не думал что не думаю что ей понравится что ты так разбрасываешься ее именем но спасибо что честен парень вы моргаете и вдруг Д'Анжело пропадает со своего кресла когда вы собираетесь оглянуться он появляется прямо рядом с вами на близком расстоянии его ухмылка вызывает нервную дрожь ладно лунный свет ну ладно луна высоко погнали с определенной долей восхищения вы смотрите как Д'Анжело проезжает через западный Бруклин когда вы идете мимо вы смотрите как он странно живо себя ведет постоянно чешет лицо и шею останавливается на каждом углу и что-то начинает бубнить да то еще то еще зрелище однако он вполне себе неплохо освоился и ориентируется хорошо вы замечаете что он выбирает самые темные и наименее людные улицы в его безумии явно есть смысл со временем ваш похожий на прокаженного гид приводит вас к повороту на улицу ван брунд и проходит через самую грязную аллейку обрывки желтой полицейской ленты выдают это место это наверняка место преступления вот мы пришли что ж давай заслуживаю уважения здесь его нашли выпитый насухо без капли крови да и пока ты не спросил нет я труп не видел так что не знаю были ли отметки зубов итак что ты можешь мне сказать вы на мгновение прерываетесь осматриваете место преступления судя по обведенному мелой рисунке человек рисунку на земле человека убили недавно как ни странно ни капли крови никакого следа кровопролития или расчленения и вы знаете что команда чистильщиков городской полиции и морга не настолько быстро и не настолько тщательно убирает следы смотрите вверх и видите надпись на стене она гласит кровь говорит большими кривыми буквами вы смотрите вы смотрите на д'анжело ну мир меняется давайте первая я не знаю давайте первая я бы сказала что похоже на какой-то кровавый культ ну ладно такое ощущение что писал кто-то отчаявшийся и я так подумал как будто кто-то хотел что-то нам сказать но слишком испугался чтобы записать целую книгу так что мы получили сокращенную версию ну и конечно кровь или ее отсутствие учитывая что убийства совершились прямо здесь и жертва не издала не звука мы можем сделать вывод что убийца сородич убийца использовал снотворное да да сородич убийца был сородичем бинго только сородич мог бы выпить человека так быстро и так тихо скажи мне если бы тебе нужно было угадывать к какому клану по-твоему принадлежал бы наш убийца слабокровные молковианы тримеры слабокровные ну давайте чатик возьмем шанс нет это очевидно что слабокровные очевидно что слабокровные потому что ну тут явно пахнет слабокровными да Анжела с одобрением улыбается яркими неоновыми буквами прямо написано полноценный сородич использовал бы свои способности чтобы заманить куда-нибудь жертву где ее бы не нашли и они уж конечно не стали бы задерживаться чтобы нарисовать на стенке дерьмовый арт-проект он молчит выплевывает изжеванную сигару черт похоже придется нанести визит Ларсону кому почему ему ты явно недоволен давайте сразу помню потому что а кто такой Ларсон черт ты действительно новичок да Ларсон в смысле Роберт Ларсон примагент слабокровных ой-ой не уверен знает ли он кто убийца но явно может догадаться в любом случае мы будем мы окажем ему услугу если окажется что один из его подопечных нарушает маскарад ему будет очень неловко и я имею ввиду неловко примерно как гадить вися вниз головой это слабость которую другие примагены с удовольствием используют его положение в совете и так не самое лучшее он на мгновение пробивается и снова что-то бубнит себе под нос но вам не удается ничего услышать слишком тихо наконец он зажигает новую сигару выдыхает и позволяет воздух дым выйти через скривившийся в ухмылки рот ладно парень давай делать дело в сравнении с индустриальной уродливостью Ред Хука Старлинг Плейс выглядит совсем как с другой планеты подвергшийся серьезной гентрификации и ставшая приятно унылой районная зона спальных жилых домов излучает мирную апатию на которую так любят фыркать богатые хипстеры и о которой так мечтают работники из категории синих воротничков внезапно на спирату останавливается кажется как будто он глубоко вдыхает готовясь к грядущему вот мы и пришли вот он указывает на удивление приятно выглядящий двухэтажный дом тот почти полностью темный почти вы замечаете едва заметный свет исходящий сквозь шторы на окне второго этажа можно предположить что глава семьи работает поздно особенно если глава семьи вампир чемпир квадрат парень нужно быть аккуратными смысле в мягких перчаточках с мягкими шторами звоним Говорим милорд и все такое Нам нужно выманить Ларсена Не подняв шума и не позволив его семье увидеть нас Если провалимся Он просто закроется Как спикизи в ночь В лаве Уж поверь мне, я знаю Вы, похоже, знакомы Давай к делу, в чем план Итак, в чате Третий Да, ситуация странная Ладно, в чем план Вот, что я скажу Давай-ка ты поведешь в этот раз Мне интересно, как ты справишься Вот, что ж Вы делаете шаг назад и оглядываетесь Окно со включенным светом выглядит безопасным вариантом Нужно только привлечь внимание Ларсена Только его Вы пытаетесь придумать стратегию И внезапно вас пугает громкий шум Через несколько секунд вы опознаете этот звук Как лая собаки Не слишком долго выяснять Откуда он исходит Поскольку бородатый человек с ротвеллером на поводке Показывается на виду Позвонить в дверь Кинуть маленький камешек в окно Возможность покормиться Человек, выгуливающий собаку У нас латвеллер не схавает Нормально, нормально не схавает Я же говорил, здесь можно поесть Ну ладно, давайте поедим Что-то мне все равно стремно С собакой, ну ладно Идете к человеку с собакой Деанжело с волнением смотрит на вас Парень Успокоив его жестом Вы бросаетесь в тени И Прячетесь за кустиком Верное своему слову Деанжело следует за вами Хотя явно не очень доволен по этому поводу Лучше не думай о том О чем, по-моему, ты думаешь Вы напрягаетесь и ждете Когда человек подойдет ближе Когда он подходит Вы прыгаете на него весьма Хватаете его за руки И Вонзаете зубы ему в шею И вот Кровь брызгает вам в рот Густая Полное удивление И страха Все происходит быстро и приятно Мужчина обмикает Его лучший друг нет Собака начинает громко лаять Так что И мертвеца может разбудить Вы отстраняетесь от жертвы Готовы Выпустить на волю зверя Если Животное не успокаивается Деанжело Однако Быстро предупреждает Ваш убийственный аппетит Детектив подходит к животному Смотрит ему прямо в глаза Что-то бубнит себе Удивительно мелодичный шепот Загимметизированным взглядом Собака Утихает И ложится на спину Позволяя Деанжело Потрепать Себя за живот Тут вы замечаете Что в каких-то домах Включается свет Деанжело Смотрит на вас Со злобой И указывает На бессознательного человека В ваших руках Убери его отсюда Быстро Послушавшись его совета Вы Утаскиваете человека На своем плече За ближайшие кусты Вставая вы Не подавая вида И А Когда вы поднимаетесь И опускаете Бессознательное тело Человек Не вызывающий подозрения И С легкой небритостью В водолазке Подходит к Деанжело Он явно не рад его видеть Вы что С ума сошли В смысле Я понимаю Что сошли Но Это даже По твоим стандартам Безумие Деанжело Вы смотрите На Деанжело Он Слегка Сконфужен И Почесывает затылок Пытаясь Придумать Подход Извини Нам нужно было Привлечь твое внимание Хочешь безумия Я тебе покажу Безумие И Не вмешиваться Я думаю Первый вариант Нам надо было Привлечь внимание Мы это сделали Угу Ты наверное Ларсон Извини за шум Но нам нужно было Привлечь твое внимание Кормясь Возле моего дома Да что с тобой Не так Пошли вон отсюда Только после того Как расскажешь Об убийствах Успокойся Я его не насмерть Второй вариант Типа Только черные очки Одеть Так типа Все Контролим Чувак Второй Ладно Второй Спокойно Я же его не насмерть В отличие от твоего друга Из Редхук Это что-то должно значить Данджело Что происходит Мы тут из-за убийств В Редхуке Думаем один из твоих В ответе Черт Ас-2 Рожденный на закате С Рожденным на закате И так хватает проблем Чтобы просто выживать Зачем им В принципе В открытую Нарушать маскарад Отчаяние Этот убийца Оставляет сообщение Кто бы это ни был Я думаю Они что-то знают Что-то Чем не могут Поделиться С кем попало Я знаю Что это звучит Не очень убедительно Но это единственный способ Свести куски Куски пазла Воедино Не Не верю Ты натягиваешь Саву на глобус Пытаешься найти Козла Отпущения Получить Одобрение Своего босса Говорят Данжела Что Слухи ходят Данжел Думаешь Я не знаю На кого ты работаешь Так помоги нам Оправдать Твое имя Понятно Что ты будешь Прикрывать Своего А что если Мы перестанем Спрашивать Вежливо Воу Воу Первый Первый Это уже Катан Ну а теперь Так помоги нам Очистить имя Своего народа Что тебе терять Все Я был Занозой В заднице Совета Уже довольно долго Им нужно Всего лишь Одно Оправдание Один повод Чтобы от меня Избавиться А что Если окажется Что один Из твоих Это сделал А ты сидел На заднице Чтобы защитить Его Думаешь Совет Не воспользуется Этой возможностью Он смотрит В сторону Во тьму Думая Над вариантами Тяжело Вздыхает Ладно Я поспрашиваю Посоветуюсь С источниками Если окажется Что один из моих В ответе Он ответит По закону Тем временем Пожалуйста Оставь Свои Дедукции При себе У меня и так Много проблем Договорились Хорошо Теперь извини Мне нужно вернуться К семье С этими словами Ларсон Возвращается В призрачную Безопасность Своего дома Вы решаете Что лучше уйти Вы проходите Пару кварталов В тишине Даже Деанжело Казалось Кажется Перестал Бубнить Как ни странно Вы Нервничаете От этой Его Внезапной Молчливости Наконец Насферату Останавливается И поворачивается К вам Ну и Ночка Не знаю Как ты Парень Но я Выпил бы С удовольствием Чего нибудь Теплого В большом Запотевшем Стакане Но сначала Дай-ка я Посчитаю Твой Дай-ка я Поставлю тебе Оценку Дай-ка посмотрим Ты Произвел Неплохое Первое Впечатление Люблю Того Кто Может Языком Выбраться Из проблем Разговор Это дешево А вот Пули Нет Неплохо Повел себя На сцене Преступления Ничего Нового Я конечно Не узнал Но не все Мы Профессионалы Наконец Когда Ситуация Потребовала Мягкого Подхода Ты Сумел Избежать Ненужного Внимания Осторожность Отличается Отличает Частного Детектива От Кого Попало В целом Хорошо Справился Не Здорово Хорошо Но Неплохо Для первого Дела Смотри Не загордись Останусь На связи Дам тебе знать Если узнаю Что Услышу Что-нибудь От Ларсена Будешь готов Встретиться В моем Офисе Он Уходит Но вдруг Останавливается И оборачивается К вам И Принеси С собой Блокнот У каждого Ассистента Должен Блокнот Отлично Все Да И Ребят Я думаю Надо Заканчивать Да Да Все Будем Сворачиваться Мы даже Три Кусочка Кваста Успели Больше Планируем Да Следующий раз Будем продолжать Я думаю Что пока Мы не пройдем Игру Будем Раз в две Недели По средам Так что Ничего не Планируете Как Ребята Так и Наши Подписчики Да Капитан Спасибо Чатику За активность Спасибо За помощь С переводом Спасибо Хадли За новости Все Всем пока Пока Всем пока Счастливо